Улы Дала Азаматтаре. Участники республиканского автопробега побывали в Петропавловске. В маршруте представители Совета Генералов больше 15 городов нашей страны. Как встречали участников акции «Северяне» расскажет Ирина Панфилова. Через несколько минут здесь у Вечного Огня дадут старт акции Улы Дала Азаматтаре. Наш областной центр уже девятый по счету, где пройдет патриотический автопробег. Одними из первых к мемориальному комплексу пришли ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых сражений в Афганистане. Вспоминать о тяжелых военных годах им непросто. Говорят, память о подвигах солдат должна жить вечно. Нас, участников Великой Отечественной войны, становится все меньше и меньше. Но спасибо, что нас не забывают. Не зря мы побоевали, кровь проливали, потому что видим, что Казахстан развивается, завоевывает в мире авторитет. И мы живем в мире, в согласии. Это акция. Чтобы не было войны, мы все ее поддерживаем. Должно быть мирность, спокойствие в стране и во всем мире. С портретами героев Советского Союза яркими флагами в руках к мемориалу прибывают представители Совета генералов. В делегации 16 человек. Среди тех, кто отправился в путь, и внучка героя Советского Союза Ивана Панфилова. У Аллуа Байкадамовой воевали не только дед, но и мать. Старшая дочь генерала Валентина была фронтовой медсестрой. В последнее время о перетягивании, изменении, о войне говорят, о героях. И вот сейчас мы уже вынуждены защищать тех, кто погиб во время войны. Отстаивать их честь. Те, кто положили свою жизнь ради нашей жизни светлой. В каждом городе, где какая-то воинская часть была, значит, формирована, мы об этом говорим. И напоминаем это молодежи. Сразу после митинга церемония возложения цветов и венков к вечному огню. Возглавляют колонну фронтовики и труженики тыла, члены Совета генералов. Дороги инициаторы патриотической акции с 4 июля стартовали в Алматы. Прежде чем попасть к нам в Северный Казахстан преодолели тысячи километров. В маршруте не только города нашей страны уже побывали и в Бишкеке. Мы хотим этим автопробегом показать. Раньше казахстанцы не призывались. Единицы призывались в армию, но чтобы массово, когда 70% дивизий из 12 тысяч, вот представьте себе, 8-9 тысяч, это граждане СССР, проживающие на территории Казахстана. В память солдат-героев участники митинга почтили минутой молчания. В Петропавловске представители Совета генералов посетили музей военно-патриотического клуба «Саланг», после чего отправились в Акмолинскую область. До границы сопровождать участников автопробега будут представители местной полиции. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, Новости МТРК.